Итак, смотрите. Что-то происходит. Дар принимается как свидетельство принятия одного и не принимается как свидетельство непринятия другого. И тот человек, которого не приняли, он начинает что-то переживать. Он начинает переживать. И он начинает над чем-то размышлять. Скажите, пожалуйста, такая достаточно простая мысль. Если меня не избрали, а избрали другого, кому будет оказано расположение, милость, знаки внимания и все? Мне или другому? К другому, которого избрали. А какая же участь остается мне? Я, в общем-то, полетел. Пролетел. Да? То есть все дальнейшее, оно будет сосредоточено не на мне. И я буду как бы не тем человеком, вокруг которого будут происходить некие события. И я буду не тем человеком, кому Бог будет в будущем благоволить. И мне надо с этим что-то делать. Теперь представьте весь ужас ситуации, если я искал расположение на будущее. И мне ясно дали понять, что этого расположения в будущем я, в общем-то, не получу. Ну и существует достаточно простой способ. Нет человека, нет проблемы. И почему мы так, в общем-то, говорим много об этом? Это был первый случай в истории человечества, когда человек решил принести дар Всевышнему. И это был первый случай, когда человек убил. До сегодняшнего дня нас поражает, в общем-то, убийство брата. Когда брат убивает брата. Нас уже давно не удивляет убийство человека. Да? Мы с этим сталкиваемся. Нам может быть как бы непонятно, если это происходит с людьми, которых мы знаем. Какие-то люди, с которыми мы сталкивались. Нам еще это как бы не очень, да? Но скажите, пожалуйста, вы знаете, что там в Палестине кто-то кого-то убивает? Не сильно удивляет, а не сильно цепляет. В Африке там кто-то где-то воюет, да? Сильно нас цепляет? Нет, ну как бы нормально. Если мы сейчас откроем сводку новостей, то мы представим себе, что сейчас кто-то кого-то где-то уже убил. И все новости, в общем-то, ну, каждый день говорят об этом. Да? Убийство на бытовой почве уже вообще никого не удивляет. Я не говорю уже там национальные конфликты, конфликты между государствами. Если это, в общем-то, военные, ну, они тогда говорили, что так вообще можно делать. Ну, если военный на другой территории, да, в форме одет по одному, а другой по другому, да, то вот тот вот берет такую штуку, очень современное технологическое устройство, да, с таким оптическим прицелом, и он так смотрит на него, знаешь, и видит. Там, с другой стороны, солдат в другой форме, да, да, и он так, бум, и смотрит такой маленький кусочек металла, бум, и тот упал, он так, ес, попал. Он даже радуется где-то, он же не печалится, нет? Он где-то говорит, какой я молодец, собственно. И тот, в общем-то, тоже не очень против, потому что, ну, они так договорились между собой, что так можно делать. Но они же воюют друг с другом. Поэтому, если те попали в этих, ну, эти, как бы, нормально. Конечно, плохо, но не против. Они воюют, убивают, и, как бы, ни, ну, особых там эмоций каких-то не испытывают, да? Да? Так? Но когда мы слышим, что брат убил родного брата, до сегодняшнего дня мы, как бы, мы же понимаем, что эти люди выросли в одной семье, у них родители были. Они росли где-то рядом, ели за одним столом, пили за одним столом, да, как-то общались. Что же должно было произойти такого между родными людьми, чтобы один убил другого? Ну, добавьте к этому, что это было не только брату убийства, это было вообще первое убийство. Понимаете? Картина была вообще, по своей сути, ужасная. И что-то двигало этим человеком. Что-то двигало этим человеком. И то, что его волновало, на самом деле, мы понимаем, что его волновало, что в будущем Бог будет благоволить не к нему, а к его брату. И когда мы посмотрим сейчас на некоторые поступки и слова Каина, которые он сделал после того, как он убил брата, то мы посмотрим, где же был сосредоточен Каин, на чем было сосредоточено его внимание. Бог обращается к нему и говорит, послушай, в твоем поступке нет ничего плохого, но ты можешь господствовать над грехом. И человек не слушает прямое обращение Всевышнего и убивает. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, я вообще не в курсе. Что, ты его не нашел? Теперь, следовательно, к кому ты будешь благоволить? Ну, к кому, если его нельзя найти? Ну, нет, он где-то пропал. Пошел, не знаю куда. Что, сторож? Бог говорит ему. Что ты сделал? Голос крови брата твой выпьет ко мне из земли. Послушайте, человек, он думал, что Бог, он не увидел этого. Представляете себе? Каин думал, что Бог, он не увидит этого. Он абсолютно спокойно улыгал и говорил, да я вообще не в курсе. Воспринимал ли он Бога как такого, который вездесущий, всемогущий и всезнающий? Если он говорит ему, да я вообще не знаю, я не приняла. И дальше он говорит, ну, не проклятый ты от земли, которая отверзла уставству и принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы твоей для тебя. Ты будешь изгнанником из китайца на земле. И сказал, каин Господу, наказание мое больше, нежели можно снести. Слушай, ты, по-моему, погорячился. Что-то ты там, вот наверху, перебрал. Ну, переборщил. Ну, да, убил, да. Но как-то ты так уж чересчур серьезно меня наказываешь. Это больше, чем я могу понести. Нормально. Сожаление, раскаяние просто налицо. Или о чем он рассуждает? О чем рассуждает этот человек? А как вообще с этим дальше жить? Слушай, ты не погорячился? Ну, как бы я вот это же должен нести как-то вот это все. А вот это мне нести тяжеловато. Или нет? Говорит, вот теперь ты изгоняешь меня с лица земли. А это в тексте где-то было? И от лица твоего я скроюсь. Чей это выбор? И буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. А куда вообще направлены все его мысли? В будущее. В будущее на себя. Он смотрит, что произойдет со мной вот здесь. Вообще его волновало, когда был принят Авель. Что вообще? А как вообще со мной? Что со мной? Если ты принимаешь его, то как будущее мое? Вообще по-нормальному. Это же моя идея была. Принести тебе дары. Ну кто? Я же придумал все. Кого значит надо? Я первородный. Я придумал дар принести. А принял ты не меня и его. А я как при делах? Ну ладно. Давай-ка мы решим проблему по-другому. Мы его убьем. И поэтому в будущем все будет обращено к кому? Ко мне. Бог говорит, послушай, что ты сделал? Теперь проклята земля, и она не будет давать тебе силы. Проклят ты от земли, которая отвезла уста своей, и принять кровь брата твоего, от руки твоей. Когда ты будешь возделать землю, она не станет больше давать тебе силы. Ты будешь изгнанником и скитаться на земле. Ты будешь изгнанником и скитаться. Ты будешь скитаться. Что-то будет происходить с тобой в будущем. Он говорит, ты сгоняешь меня с лица земли. На самом деле Бог не сгонял его. Он сказал о том, что будет с ним, но он не сказал, что я прогоняю тебя. Когда Бог говорил о земле, проклиная землю за Адама, Он говорил о том, что тернии и волчьицы произрастит она тебе. Он говорил, что земля сделает. Почему? Потому что Он ее проклял. Но здесь Он говорит, проклят ты. И часть проклятия это то, что будет происходить в его жизни. Но не то, что сделал Бог. И повелел Ему это делать. Когда Бог говорил, Он говорил Ему, чтобы Он господствовал над грехом. Он давал Ему выбор. И Он сделал свой выбор. И теперь Он пожинает последствия своего выбора. На самом деле это не то, что сделал Бог. Не то, что сказал Бог. А это последствия выбора человека. И в еврейской культуре, в еврейской традиции есть такое выражение, что грех и наказание за него рождаются одновременно. Еще раз. Грех и наказание за него рождаются одновременно. В сознании человека иногда появляются такие безумные мысли, что он может согрешить, а наказание его не постигнет. Последствия не придут в его жизнь. Еще раз. Человек думает, что последствия не придут в его жизнь. Некоторые христиане нивелируют грех. Наказание за грех какое? Смерть. Поэтому мы можем нивелировать все грехи. Какая разница? Украл я? Какое наказание? Убил я. Ругаюсь я. Выпил я. Укололся я. Какая? Ну, какая разница? Какая разница? И поэтому некоторые люди начинают градулировать грехи. Говорят, эти грехи более тяжелые, а эти грехи более легкие. Я недавно общался со своей женой, и она говорит, грех, прелюбодеяние, он не такой, как остальные грехи. Сейчас. Я говорю, послушай, с точки зрения Абсолюта, Творца, Святости, Его, любой грех остается грехом. И никакой разницы с точки зрения нет. Но человек не понимает другой части. Мы говорим о будущем наказании, о вечном наказании. Но мы забываем, что каждый грех, он имеет определенные последствия при жизни человека. А вот здесь последствия абсолютно различные. Понятна разница? С точки зрения вечного наказания, любой грех имеет одно и то же наказание. Понятно, да? Но с точки зрения нашего житья на этой земле, различные грехи имеют различные последствия. И наказание за совершенный грех рождается в тот же самый момент, когда человек совершил грех. Жил человек, он планировал, готовил свой грех, что-то делал. Наказания не было. Ну вот, наступил момент самого греха. И это был момент рождения наказания. Которое придет в жизнь человека. Придет, потому что оно родилось. Понятно, да? Оно придет, потому что оно родилось в тот самый момент. Оно не здесь рождалось. Оно родилось в тот самый момент, когда человек согрешил. И вот этого не знал Каин. Он думал, что вот этого не произойдет. Но Бог предупреждал его о том, что послушай, вот здесь вот ты можешь принять решение. Вот здесь вот ты можешь не делать этого. И последствия не наступят. Ты можешь господствовать над грехом. И наказание не родится. Но если ты совершил грех, то наказание за него последует. Не произойдет такого, что наказания не будет. Поэтому у каждого греха есть определенные последствия в жизни человека. Есть милость Божьей. И Бог может простить, очистить и осветить. И в некоторых ситуациях Бог может сверхъестественным образом и устранить последствия греха. Но может этого не произойти. И если человек надеется, что это произойдет, то, скорее всего, это и не произойдет. Понятно, да? Немножко понятно здесь? Да. Что там хотели сказать? Вот это вот место, где грех к смерти и не к смерти. Если ты видишь, брата, совершающийся грех не к смерти, то молись на него. Ну, вот это вот вы потом в дальнейшем сказали, что последствия греха, ну, как бы, стало понятно. Понятно, да? Хорошо. Потому что грех к смерти и не к смерти – это отдельная тема, открытая уже верующим Нового Завета. Насказание за этого. Да. Ну, как бы, меня интересовало только, я понял, что некоторое недоразумение могло возникнуть из-за того, что я сказал, что наказание за грех – смерть. И что нивелируется всякий грех и не имеет значения. Почему? Потому что некоторые люди, они могут думать, какая разница? Я сделаю это или я сделаю это? Все равно, как бы, наказание одно и то же. Ну, я же знаю милость Божью, и я покаюсь, и Бог меня что? Простит и избавит вот от этого наказания. В чем совершили в малом, совершили во всем. Да. Но. Мы говорим о вечности, но у нас есть некоторый промежуток времени, который мы проводим еще на этой земле. И если мы успеем покаяться, то да, Бог избавит нас от этого наказания. Но не факт, что мы избавимся от этого наказания. Если я прелюбодействовал или блудил и покаялся, да, Бог меня спасет. Он избавит, очистит меня. Но я прошу прощения, ребенок родится. Понятно, да? То есть, следствием моего греха будет. И ответственность будет. Давид согрешил с Баршевой. Да? Да? И родился ребенок. Но Давид убил Урию и ребенок. Да? Что-то произошло. Давид раскаялся? Да. Но. Последствия. По женам. По женам мало не показалось. Последствия. Понятно, да? Теперь о чем идет речь. И то есть, когда человек и думает вот об этом и покаянии, это хорошая часть. Ну, вот еще часть, о которой стоит не забывать. Что что-то еще произойдет на этой земле. Грех и наказание за него рождаются одновременно. И мы видим, что Каин, он в общем-то, имел даже некие претензии к Богу по тому, что произойдет с ним в будущем. И его интересовало не прошлое, не его грех, не его поступки, не раскаяние. Его взгляд был сосредоточен на себе и на будущем. Понятно, да? И из этого можно, в общем-то, сделать такой вывод. Можно сделать, можно не делать, как уже вы захотите. Что его дар был направлен в прошлое, как благодарность, или направлен на будущее, чтобы снискать расположение. Понятно, да? Ясно немножко? Очень интересная часть, что произошло в сердце Каина, когда он увидел, что он не принят. Он сильно, что сделал? Огорчился. В его сердце пришла горечь. И горечь, которая пришла в его сердце, она привела к чему? К убийству. К убийству. И если мы посмотрим Бытие, 27 главу. Тридцать четвертый стих. Бытие, 27 глава, 34 стих. И сам вышел, что у слова отца своего поднял громкий и весьма горький вопль. Какой вопль был? В 41 стих. И вознеделил Исаав Иакова за благословение, которое он благословил его отец. И сказал Исаав в сердце своем. Приближаются дни печали по отце моем, и я... Горечь. К чему приводит горечь? К желанию? Да? Интересно. Да не месть. Да, 12 глава послания к евреям. 12 глава послания к евреям. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда. И чтобы им не осквернились многие. Горечь – очень опасное чувство. И это уже предупреждение, которое мы находим в Брит-Хадаша. Поэтому смотрите, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что горечь, она лишает нас благодати Божией. 12 глава послания к мессианским евреям. 15 стих. Итак, к сожалению, идея Каина до сегодняшнего дня жива. Мы видим массу людей, которые до сегодняшнего дня приносят дары Богу для того, чтобы Бог, ну, пусть даже не помогает, лишь бы не мешал. Некоторые люди не то, что хотят умилостивить Его, они хотят откупиться от Него, чтобы жить самостоятельной жизнью. Чтобы быть господином своей жизни. На самом деле, был такой мыслитель, Клайв Льюис. Знакомы вы с ним? Хроники Нарми. Это один из его трудов. Но у него есть достаточно серьезные христианские книги, где он проводит очень серьезные христианские размышления. И в шуточной форме, и фантастической, и, в общем-то, достаточно серьезной. Он является одним из таких интересных христианских мыслителей 20 века. Так вот, Клайв Льюис, он имеет такой труд. Письма Баламута, и Баламут поднимает тост. И там есть переписка двух бесов, якобы, да? Где один бес говорит другому. Странные существа, люди. Они думают, что они свободны. Но настанет день, когда каждый человек, каждый, без исключения, услышит одну и ту же фразу. Ты мой. Кто-то заявит на человека свои права. И для них это будет голос Ешо. А для других нет. Человек, он находится в рабстве. Либо в рабстве греха и свободен от праведности, либо он становится добровольно рабом праведности. И тогда свободен от греха. На сегодняшний день люди думают, что они могут откупиться и стать свободными. Никому не принадлежать, ни от кого не зависеть. И управлять свою жизнью самостоятельно. Это обман. Это обман. И до сегодняшнего дня неверующие люди приносят свои деньги, относя их в синагоги, в мечети, в православные храмы, принося их и в протестантские церкви и общины. Для того, чтобы потом прийти на небо и сказать, ну где-то ж ты их взял от меня. Мы ж с тобой в нормальных, ты же принял. А если ты принял, то у меня с тобой все нормально, я с тобой расплатился. Может ли человек что-то дать Богу, чего он наперед не получил от него, чтобы Бог должен был воздать? Понятно. Невозможно дать ничего наперед Богу. Невозможно откупиться от Бога. Наш дар может быть направлен в прошлое. И мы будем читать, что в законе Бог об этом говорил. Что в законе Бог говорил о том, чтобы нехорошо человеку являться перед лицом его с пустыми руками. Но каждый с даром в своей руке. Смотря по благословению, которым Бог уже благословил. Тогда дар направлен куда? Как оценка того, что Бог сделал. Но не в будущее. Как некоторые уверяют, что мы можем свободно сеять. И будем пожинать тоже монетки. Мы будем разбираться еще с тем, что мы сеем. И что мы будем сжать, если не ослабеем. Итак, весьма любопытный момент. Который написан для нас в послании к евреям, Авелям и Творцом. Послание к евреям, 11 глава, 4 стих. Верую Авелям принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Чем был движим? Большой вопрос был у Каина с верой. И любопытнейшие слова. Ею получил он свидетельство. Ею это чем? И какое свидетельство он получил? Что он? Что он праведен. Что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его? Ею. Это чем? Он по смерти говорит еще. Произошли события на заре людей. Первые потомки Адама и Хавы. Они что-то сделали. Они что-то сделали. И Адамин что-то сделал посредством веры. И эта вера говорит еще до сегодняшнего дня. Она говорит кому? Нам. Тот поступок Авеля, движимая верой, говорит еще что-то нам до сегодняшнего дня. И удивительная вещь. Говорится о том, что верой он сделал такую вещь, что получил свидетельство, что он праведен. Вера, она принесла ему праведность, как свидетельство принятия его даров. Было для нас. Так утверждает автор послания к евреям. Вера удивительная часть. И очевидно, у Каина этой части не было. Вера, это было то, из-за чего Всевышний принял, а Каина не принял. В котором он не воспользовался. Ибо с верой угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его, он раздает. С точки зрения русского языка фраза построена вообще неправильно. С точки зрения русского языка и элементарной логики, фраза построена, в общем-то, неправильно. Если я прихожу к Богу, то это свидетельствует о том, что я в Него верю. Если бы я не верил, я бы приходил. Нет. Поэтому, что вы от меня, ребята, хотите? Если я пришел, поставил свечку. Маймана, да? Или пришел три раза в году в синагогу. Причем здесь это? Случаи бывают всякие, и последствия тоже. Поэтому в следующий раз, когда ты решишь что-нибудь сказать на всякий случай, подумай о последствиях. Итак, я прихожу куда-то, где я считаю, что он есть. В синагоге, в православном храме, в протестантской церкви. Не важно. Но, слушайте, на самом деле не важно, куда приходит человек. Но, Писание нам четко говорит, что сам факт прихода еще не обозначает, что человек верил. Два брата пришли и принесли дары кому? Но, об одном говорится, что он верил, а о другом? Но, послушайте, они же оба слышали одно и то же. Они же оба пришли в одно и то же место. Они же оба принесли дары одному и тому же. Но у одного была вера, а у другого не было. Представляете весь ужас? Внешне это выглядело одинаково. Но Бог смотрит. Он говорит, и ищущим я воздал. Не только те, кто верят, но те еще, которые ищут, получают воздаяние. И вера одного говорит к нам о чем-то до сегодняшнего дня. Вера в то, что все, что произошло, было от его руки. Вера в то, что вся жизнь, она зависит только от него. Вера в то, что мы и в будущем будем зависеть от него. И эта вера, она полна благодарности за то, что Бог уже сделал. И она не договаривается на будущее, потому что она знает, что будущее, оно в его руках. И если он сохранил нас до этого часа, и он издрек доброе, и мы имеем в нем будущность и надежду, то зачем нам с ним об этом договариваться? Он прежде возлюбил нас. Поэтому все, что нам остается, это благодарить его и продолжать верить. Значит, а вот в бытие история с Яковом, значит, интересно. Не-не-не-не. Мы будем еще разбирать историю с Цхаком, и Яковом, с Ноем, с Авраамом. Мы не переживайте, по-дерибасовски говорят, гуляют как? Медленно. И постепенно. Итак, для расслабона вам маленький мидраж. Знаете, да? Посвящен этим событиям. Новое поколение рождает новые проблемы. Один был один, а нас двое. Поэтому, если раньше все было понятно, то сейчас не совсем. И два брата решили, что если раньше не было проблем, то теперь надо как-то разделить имущество, поскольку их... И одному должно достаться все движимое имущество, а другому... Недвижимое. Недвижимое. Ну, все понятно. Но другой мидраж говорит, слушайте, они на самом деле были не такие тупые. И они поделили просто весь мир поровну. И движимое, и недвижимое, они поделили поровну. Тогда один брат сказал, хорошо, тогда на моей половине будет стоять храм. А на твоей, соответственно? Да? Не будет. Некоторые говорят, что у одного из братьев родилось две сестры вместе с ним, близнеца, а у одного... И, соответственно, старший сказал младшему, послушай, поскольку я старше, у меня должно быть две жены, а у тебя одна. А младший, соответственно, сказал, что поскольку они родились вместе со мной, то они будут моими. Итак, мы видим три причины, которые могут породить конфликт. Имущество. Поскольку один сказал, ты стоишь тогда на моем, поскольку мое все недвижимое, а твое движимое, то ты стоишь на моем. Имущественные споры вызвали некоторые конфликты, доведшие до убийства. Другие утверждают, нет. Мотивы были намного проще и возвышенные, и духовные, на чьей половине будет стоять храм. Но третьи говорят, нет, послушайте, спор вышел из-за женщины. Так что выбирайте сами, из-за чего у них был конфликт.